Включено. Почему? Потому что каждый шуб шизофрении, он забирает какой-то процент человеческого личности, он ее, скажем так, объединяет эту личность, понимаете? И чем больше этих шубов, а у вас полно шубов этих депрессивных, так? Если их считать, что это шизофренические шубы, то в принципе, в принципе, вы уже должны от вас остаться должно, я не знаю, там сколько нормального человека, понимаете? Вот в чем дело. А вы поступили в ВУЗ, вы занимались, потом он вам разонравился, потом депрессия, потом там целая куча. Кстати, я бы хотел все-таки узнать, а какие у вас планы на будущее? У вас есть какие-то планы социальные? Ну да, я хочу освоить профессию. Вот, новую. И мне нужно будет найти девушку. Вот, я недавно делал месяц назад. Точнее, уже не месяц, уже два месяца прошло. Подождите, я ничего не понял. Плохо слышно, ничего не плохо. Как-то все это... Значит, какую профессию освоить? Оно связано с интернетом. На интернету работать. Подождите, но вы не собираетесь дальше заниматься, значит, это в ВУЗе, в университете, нет? Я разочаровался. В чем? В университете или в чем? В принципе, вот, подача знаний в системе образования. Ну, я согласен, я согласен. Если вы сможете, например, освоить программирование без университета и будете хорошим программистом, так это, конечно, это тоже будет мешать. Значит, прежде всего требует диплом. Вот я живу в Германии, тут есть дипломированный, значит, программист, то есть, который закончил университет по, скажем, по линии программирования. Он, естественно, котируется больше. Есть программист, который, значит, освоил эту профессию, там, на курсах, 2-3-летних, он уже, значит, естественно, он уже котируется меньше и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, в принципе, в принципе, конечно, сейчас без корочки о высшем образовании дальше будет очень сложно. Если, конечно, вы талант, если вы гений, если вы способны, значит, освоите, скажем, программирование, программирование – это самая лучшая вещь. В ближайшие 20 лет программисты всегда будут востребованы. Как там дальше, я не знаю. На ближайшие 20 лет, поверьте мне, они не будут небезработные, программист может работать и онлайн, виртуально, он может сидеть, значит, вот, скажем, в деревне где-то там, в Тму-Таракане, а если там хороший интернет, а работать там где-то на Японию, на Соединенные Штаты, на что угодно, понимаете? Все, там уже нет никаких. Ну, вот. Но, в принципе, в принципе, конечно. А почему вы разочаровались? Вам же 20 лет, вы еще совсем молоды. Может быть, может быть, вам стоит просто формально, заочно, вот, заочно и заниматься, а там заочно можно и плохо заниматься, но получить корочку. Кость корочка в любом случае нужна, потому что прежде, чем вы, значит, где-то будете искать какую-то работу, потребуя, покажи корочку. Ну что, уже прервалась связь? Связь прервалась, да? Ну что, вы меня слышите? Да, сейчас слышу, все нормально. И, слава Богу, у вас прервалась. Ладно. Вот. Значит, это такое дело. Хорошо. Значит, осваиваете. Но в каком же состоянии вы сейчас находитесь? Вы сейчас в состоянии освоить? Вот видите, связь плохая. Очень плохая связь. А что вы говорили? Я говорю, вы в состоянии сейчас освоить? Вы осваиваете сейчас то, что хотите? Я сейчас книжки читаю. Это что, по программированию, да? Айти или что? Нет, книжки просто для себя читаю. Какие? Какие книжки? По какой отрасли? Ну вот, я читаю учебные и читаю научные буквы. Нет, подождите. Ну, это же не образование. Мы говорим об образовании. Мы говорим об образовании. О художественной литературе и так же лечения. Нет, нет. Именно сейчас, что это именно образовательное такое, связанное с профессией, сейчас нет. Сейчас нет, да? Ну, хорошо. Хорошо. Значит, с моей точки зрения, диагноз БАР, причем, конечно, вы получили гены и со стороны мамы, и со стороны папы, но со стороны папы вы получили, конечно, нехороший ген. Потому что, если бы только это было со стороны мамы, там, бабушки, то, поверьте мне, мы с вами бы никогда не встретились. Почему? Потому что вам помог бы самый первый назначенный вам антидепрессант. Он бы вам помог бы. Все. БАР – это тяжелое заболевание. С моей точки зрения, классический БАР. И все-таки, и все-таки, вот тот доктор в соседнем городе, к которому вы однажды обратились, он все-таки оказался, ну, скажем так, на полголовы выше ваших докторов. Я вам даже советую вот что-ка. Следующий раз, когда вы госпитализируете свою психиатрическую, так сказать, лечебницу, вот, то вы им прямо должны сказать, что у вас. Прямо. Прямо. Знаете, опять связь прервалась. Прямо должны им об этом заявить. Ну что, вы меня слышите или все уже? Нет, слышу, слышу, сейчас слышу. Ну, и что-то оно исчезает. Ладно. Значит, поскольку связь плохая, перейдем к терапии. Значит, первое. Диагноз. Так. Диагноз. Биполярное фиктивное расстройство. С преобладанием депрессии, которая периодически, очень часто, очень часто переходит в гипоманиакальное состояние. Причем, гипоманиакальное состояние довольно часто у вас провоцирует антидепрессанты. Поэтому, поэтому, с моей точки зрения, антидепрессанты вам не нужны, они вам противопоказаны. Это первое. Значит, чем вам надо лечиться? Вот тезерцинт, в принципе, они правильно назначены, но это старый препарат. Сейчас для лечения, скажем так, в развитых странах не используют антипсихотики старого поколения. Почему? Они имеют побочные эффекты и так далее, и так далее. Значит, я бы вам советовал так. Четыре, с учетом того, что у вас и бывает, значит, биполярная депрессия, и биполярная мания, вот там используется четыре препарата. И в той, и в той фазе. Это квитиопин, оланзапин, луразидон и карипрозин. Не понял. Спрашивайте. Квитиопин, я пробовал, и он у меня начал вызывать привоку. Я тут перестал. В какой дозе вы пробовали квитиопин? Двести. Двести. Как долго? Я делю его только по пингу. Ну, вы поймите, вы поймите, у вас тяжелое заболевание. Для того, чтобы вам войти в равновесие, чтобы и депрессия была минимальная, и гипоманиакальные состояния исчезли, вам надо принимать очень долго. Почему? Это не от квитиопина. Это не от квитиопина. Понимаете? Это неправильный подход. Это неправильный подход. Это может быть просто тревога усилилась в рамках депрессии и так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете, у вас же тревога и без квитиопина усиливается. Вы же не говорите тогда, что, значит, в таком же плане, значит, она может спонтанно усилиться, но на фоне приема квитиопина вы считаете, что это от квитиопина. То есть вы действуете по этой латинской поговорке. Post hoc, propter hoc. После этого, значит, от этого. А вам надо действовать все-таки по-другой, что после этого не всегда означает, что от этого. Значит, ну хорошо, тогда давайте пробуйте ланзопин, лоразидон и корипразин. Кстати, как у вас материальные эти вот состояния? Да, все хорошо. Вы можете позволить себе дорогой препарат? Ну, смотря на сколько. Ну, на сколько. Вот корипразин. Посмотрите, сколько он стоит. Ну, вы не можете сейчас посмотреть, потому что вы с телефона говорите. Вот корипразин, он наиболее такой нейтральный в плане побочных действий. Но очень хорошо влияет при биполярном расстройстве. Значит, вот из этих четырех вы должны выбрать квитиопин, аланзопин, дальше лоразидон и корипразин. Все. И вам нужно обязательно добавить ламатриджин. Обязательно. Все. Если вы будете принимать эти два препарата, значит, долго принимать надо. Доза должна быть лечебной. У ламатриджина ваша доза должна быть такая, которая обеспечит вам концентрацию ламатриджина в сыворотке крови от 3 до 15 миллиграмм литр. То есть, она должна быть в, значит, в таком терапевтическом диапазоне. То есть, скажем так, вот первый этап 100 миллиграмм, второй 200, третий 300 и четвертый 400. Это максимальная доза. Значит, после каждого этапа вы должны проверять, значит, кровь на содержание ламатриджина в сыворотке крови. Ну, не у вас, в городке, а, естественно, в соседнем большом городе, там наверняка это делают. И если, значит, уже после 100 миллиграмм ламатриджина, там две недели вы попринимаете, и концентрация ламатриджина в сыворотке крови будет больше 3 и не превысит 15, значит, можно остановиться на 100. Если она будет ниже 3, значит, тогда надо продолжить, продолжить прием. Продолжить прием до 200, потом через две недели приема 200 миллиграмм надо проверить. Опять будет лежать в терапевтическом пределе, значит, вы останавливаетесь и больше не, скажем так, повышаете. И принимаете это долго, долго, годами. Теперь, второе, что касается антипсихотика. Антипсихотик тоже надо принимать долго. Но он должен подойти и, конечно, за... Доброе, а что думаете? О чем? А вольпраат? Вольпраат может попробовать? Понимаете, понимаете, вольпраат очень хорошо при мании. Вольпраат хорошо при мании. Вот когда у вас мания, вот тогда надо вольпраат принимать. Но вольпраат не влияет на депрессию. А вы страдаете в основном от депрессии, потому что маниакальные эти эпизоды у вас не так уж часты. У вас там было 5-6 максимум за все время. За все время. 5-6 маниакальных или там гипоманиакальных эпизодов. А в основном с 10 лет у вас депрессия. Поэтому, пожалуйста, можете, конечно, пробовать вольпраат. Но я опять повторяю. Вольпрааты, они в основном доказаны их влияние на, скажем так, на гипоманиакальное состояние. А вот в плане предупреждения или профилактики возникновения депрессивных фаз, значит, доказано только ламатриджин. Это первое. Теперь второе. Вы должны, естественно, вы понимаете, если вам будут в вашем лечебном учреждении, где вы стоите на учете, будут ставить шизофрению. Они вас будут лечить, как больного с шизофренией. Значит, надо изменить диагноз. Надо, чтобы, значит, врачи, чтобы они пришли к заключению, чтобы они поставили правильный диагноз. Потому что шизофрении я у вас не вижу. У вас ее нет. Ее неоткуда взяться. Ей неоткуда взяться. Ей неоткуда взяться. По маминой линии тревога, по отцовской линии, как минимум, отец. Значит, биполярщик и все. Там нет шизофрении. Поэтому я даже думаю, что, возможно, вам имеет смысл в следующий раз госпитализироваться не здесь, а госпитализироваться в том большом городе соседнем. Вы знаете, о каком городе я говорю? Да, да, я понимаю. Вот, вот там лечь. И там, естественно, все вот в том, вот как мы сегодня с вами беседовали. Значит, естественно, в более коротком таком стиле. Вы должны им сказать, что вот с 10 лет у меня депрессия, но, 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 но. У меня, значит, было 5 или 6 эпизодов, ну, скажем так, гипоманиакальных, причем половина из них провоцировалась антидепрессантами, половина возникали, значит, спонтанно. Вот, и чтобы они выставили диагноз. А их диагноз, если он будет звучать бар, тогда ваши должны будут снять этот диагноз шизофрению. Иначе вы так и будете ходить, как больной с шизофренией. И лечить вас будут, как бы вообще, вы знаете, складывается впечатление, что вот ваши местные психиатры, они, скажем так, довольно низком уровне стоят. Ну, вы меня слышите? Сейчас да. Ну, сейчас да. А вообще слышали, что я говорил? Ну. Ну, вот это беда, понимаете? Для онлайн-консультации должна быть хорошая интернет-связь. Это единственное условие, самое главное и самое важное. Вот. У вас вначале было более-менее, еще как-то можно было, а сейчас вы просто исчезаете. У вас не разрядился этот телефон, нет? Нет, нет, что-то можно. Значит, это, значит, это связь такая. Значит, я вам вот что хочу сказать. Значит, вы должны в более вышестоящем учреждении, вот, значит, госпитализироваться, и вам там должны изменить диагноз. Потому что у вас нет шизофрении. Нет. Нет. Поверьте мне. У вас бар, причем с 10 лет, 10 лет у вас уже вы страдаете бар. Это тяжелое заболевание, особенно когда вы находитесь в фазе депрессии. И, естественно, ваши возможности снижены. Вы работать не можете, вы, скажем так, и учиться, и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, шизофрения чем хороша? Если вы хотите получить вторую группу инвалидности, вот тогда шизофрения вам поможет. Вам без проблем вы получите вторую группу инвалидности. Но лечить вас надо, то есть, если вы хотите получить вторую группу, то воспользуйтесь этим диагнозом. Но лечение я вам рекомендую все-таки как прибар, то есть нормотимик и один антипсихотик. Но не старый антипсихотик, а атипичный. Один из четырех. А может быть даже и пятерых. А респиридон не подойдет, да? Не, почему? И респиридон можно. И респиридон можно попробовать. Но все-таки при биполярной депрессии лучи подходят все-таки четыре. Лиоланзапин, квитиопин, лоразидон и корипразин. Но есть еще два дополнительных. Есть еще арипипрозол. Вы можете попробовать. И респиридон. И респиридон. Вот эти антипсихотики вы можете использовать. Но не тизерцин. Понимаете? Все-таки тизерцин это старый препарат. Его, я не знаю, уже во всем мире цивилизованном, по крайней мере, в Германии его не используют тизерцы. Потому что это вчерашний день. Используют только атипичные антипсихотики. Ну и обязательно норматимик, обязательно противосудорожного ряда, ламатрижин. Дело в том, что антипсихотики это тоже, это тоже норматимики. Это тоже норматимики. Антидепрессанты, с моей точки зрения, вам против, даже не только не показаны, а противопоказаны. Хотя вы можете возразить, а мне так хорошо на них. А мне так хорошо на них. Даже мама ваша, далекая от медицины, в первый раз, в 15 лет, она заметила, что ты стал такой раздражительный, что ты стал такой хамовитый, что ты стал такой агрессивный. Да, да, да. Понимаете, даже мама, даже мама, далекая от медицины, это увидела. А ваши эти вот доктора этого не видят. Поэтому я опять вам повторяю. Может быть, вам стоит и оставить. Хотя диагноз шизофрении, он вам может помешать потом в работе. Потому что сразу же скажут, ага, есть и такие виды деятельности. Скажут, а ну пойди принеси справку. А, шизофрения, все. Работать не можешь у нас. Вот, и так далее. Но, для инвалидности он самый подходящий. А лечить вас надо, давайте так, компромисс. Пусть он останется для, скажем так, мало ли что там и как там. А лечение только вот как бар. Причем... Причем...